Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слева, ну это про остановки, да, но мы видим с вами, что Никита Демин, который в стартовом составе указан как нападающий, естественно играет слева Сейчас вот он как раз на ваших экранах с мячом быстро разыграл штрафной удар Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, не знаю, кого они хотели тем самым запутать Наверное, только нас Ну, потому что, наверное, Титан-то вряд ли видел эту расстановку еще до матча Потому что вот Москва вот-вот буквально перед выходом на поле Заполнял протокол Ну, будем смотреть Ну, смотрите, да Потому что сейчас происходит Звездин занимает как раз позицию центрального нападающего А Ревякин будет действовать, получается, чуть из глубины Ну, я представлю состав Титана сразу после штрафного удара у мяча Беломытцев и Ревякин Что можно сейчас придумать из этого штрафного? Разбег Беломытцев Мяч не лег на ногу и прошелся точно в руки Кострикову Итак, состав Титана в воротах Юрия Костриков Под номером также не вижу Ну, вообще, да, не совсем вновь отмечу После вот этого опасного могло получиться удары Викулина Ну, кто отвечает за протокол у Титана Заполнял очень некорректно Был заполнен протокол Поэтому немножечко я так буду запозданием Футболистов, в принципе, я всех знаю по лицу Но вот с номерами, да, дабы никого не перепутать В центре обороны Дмитрий Бушуев номер 5 Справа Артем Фролов номер 44 Слева Виктор Капков номер 33 А это удар уже Крыжановского Который играет опорного полузащитника под номером 23 Сейчас у нас угловой Надо Ну, у нас первый гол в сегодняшнем матче И открывает счет Алексей Медведев Вот так уже на пятой минуте Москва просыпает Наверное, самую главную угрозу У соперников это, конечно, Медведев Который, ну, свои, так скажем, вложенные средства Он отрабатывает по полной программе Так вот, Лушников чуть выше под номером Не вижу, под номером 7 И два нападающих Это Медведев, который, собственно, отличился уже в самом дебюте матча И Викулин под номером 10 Ну, вообще, про Викулин отдельно можно говорить Очень здорово, этот нападающий начал выступление свое в западной премьер-лиге И производит пока очень интересное впечатление Но будем смотреть за Посмотрим, чем, собственно, у нас ответят Горожане, которые Сейчас будут подавать угловой Это Андрей Беломыцев У мяча, главный арбитр встречи Дмитрий Ершов Помогает ему на резерве Вадим Фирсов Отчитывает Ершов Положенный 8 метров от стенки Ну и посмотрим Нарабатывали что-то Горожане у нас на тренировках Опасно могло получиться, но нет Титан отбивается И Медведев, как обычно, яростно С глазами Просто убийцы, да, зверя какого-то льва Он летит Отнимать этот мяч Лушников Да, здесь, безусловно, нарушение Направил И достается Лушнику сзади От Демина Пока Лушников лежит Почему-то Кржановский Разыгрывает Этот штрафной Хотя партнер вроде бы Лежит На газоне Бушуев Направо Сейчас Поднял Титан у нас Мяч вверх Но Игра Титана, да, будет строиться Такими футболистами Конечно, через выход из обороны В атаку Низом Через Короткий средний пас И Наверное Идеальные Можно сказать Такие Выходы Они будут На поле Когда будет Константин Главской Который После травмы Только набирает Форму Который Должен Вот-вот вернуться В строю Он уже В заявке Он уже в заявке Но Пока что Не в стартовом составе Ну и плюс Стартовый состав Не меняет Раз Плюс Кржановский В опорной зоне Проявляет себя Очень даже Ничего И Плюс Такой состав У Титана Что конечно Здесь опасно Может быть Николаенко Здесь Подключался По левому флангу Вообще Николаенко Является Тренером Спортшколи Локомотива Соответственно Всю неделю Тренирует Детей И Находится тоже В неплохой форме Да Потому что Тренировки Заставляет тоже Как-никак Двигаться Сейчас И вообще Николайенко Не всегда Выходит в стартовом составе Москвы Часто Начинает он С скамейки запасных Но вообще Москва не может Похвастаться Какой-то Большой Скамейка запасных Потому что Примерно 11 Ну максимум 12 человек Приезжает На Игры И соответственно Ну практически Одинаковое количество Времени Получает большинство Футболистов И никто Не остается Что называется В накладе И кто-то Не может быть Недовольным В этом плане Поэтому здесь У Москвы Это попроще Вот Ревятин Здорово здесь Отбирает мяч Но стенка С Звезиным Не получается Специально Я сделал Сейчас Небольшую паузу Чтобы Друзья Вы послушали Как Руководит Действиями Титана Главный тренер Владимир Коротков Вот опасно Медведев Все просто И легко Копков По флангу И Медведев Оформляет уже Дубль Сегодняшней встречи Ну легко Сейчас Медведев Ушел От Первушина И Здорово Собственно Пробил В дальний угол Конечно Здесь Сорокину Предъявить Что-то Очень и очень Сложно Но вот Пожалуйста Докричался До своих Футболистов Владимир Коротков Вот такая Простая Атака И Ну Копков Прекрасно знает Алексея Медведева Они бывшие Одноклубники В Барсе Они играли Вместе И Поэтому Никаких Вопросов По пониманию Здесь Быть не может Ну и Медведев Оформляет Дубль Ну Москва Наверное Из-за тех Команд Которая Может упереться Но если Идет Команды То есть Москве Важно было Не пропустить В первые минуты И тогда Вот после этого момента Договорю Звездия Один вагин может обыграть Удар Нет Там Уже успевает И Бушуев И Копков И накрыть Этот Удар Игорь Звездина Первый на подборе Налево на Демин Ну неудобной Передачи Сейчас была Но Демин здорово Сейчас все-таки Забирает мяч себе Здорово Звездин Как играет И Демин Все правильно Правильно По уму Сейчас и делал Единственное верное решение Выбрал Защитник Москвы Но передачи Не получается Николаенко идет Хотел сказать К угловому Но как-то Быстрый мяч Оказывается У Футболистов Титана И отворот Виколин Здесь борется Все-таки удается Завладеть мячом Но Но Тюрин Все-таки Сыграл Здорово Здесь Завоевал Межли своей командой Хорошая передача Сейчас вновь От Тюрин На Звездина Ну контратака Может получиться Сейчас Звездин Не Делает точную передачу Как мог бы Сделать И здесь С Ревятином Они немножечко Не разобрались Вот Интересное приобретение У Москвы Это Константин Хлебников Или Кос Как зовут его В Уфаловских кругах Да Долгое время Выступал Константин За Футбольный клуб Мегаполис Затем Выступал за Портер Потом Концовку прошлого сезона Он уже Заканчивал в космосе И вот сейчас Он находится В футбольном клубе Москва Но пока что В заявке его нету Но и в первых Играх не было Ну посмотрим Как должен появиться Ну для Скамейти Конечно Константин Очень пригодится И Сезон-то длинный И набирать еще Очки Москва Будет Также Константин Казаков Отсутствует К сожалению Хотя Сегодня он Должен был быть И здесь Медведев На пятачке Там работал Но Сорокин здесь Поймался Кимич Мемер Хотя Медведев Летел Очень-очень Опасно Вот и прессинг Титана Приводит К тому Капков Идет Подавать Угловой Вот как раз При выходе Из обороны В атаку Казаков Константин Вот сейчас Опасно И вновь Медведев Какой же активен Какую же активность Показывает Алексей Медведев У нас Что иногда Тянет Вперед И хочется Ему Нанести Какие-то Свои Разящие Мощные Удары Но для этого Будут Штрафные Если они Конечно Такие будут Так вот Про Константин Казакова Который Также Несколько лет Выступал В футбольный Клуб Барс Вот Его бы действия Как раз Очень бы Сейчас Очень бы Сейчас Пригодились Как раз При выходе Из обороны В атаке Это очень Опытный Футболист Который Принесет Пользу Москвичам Замена У нас Произошла У Москвы Значит Появился У нас Анатолий Спиридонов На позицию Нападающего Справа Максим Скопин Под номером 20 Под номером 14 Михаил Климов Вышел в середину Поля И Максим Плаксин Отправился На левый Фланг Обороны У Китана Произошла Одна замена Артем Кузин Появился Вот сейчас Он с мячом Удар Капкова Сорокин Все-таки На месте У Кузина Очень Заметная Прическа Такие Светлые Светлые Волоси И так Выделяется Среди футболистов Китана Это Девятый Номер Придавили Сейчас Титановцы Горожан Сложно Им выйти Но вот После двух Забитых мячей Немножечко Титан Так Обозначил Своё преимущество Территорию Но Мне кажется Пуба Немножечко Пыл Хотя В прессинг Идёт Очень Очень Активно Но Москва Выйдет ли Из-под прессинга Нет Не выходит И уже Контратака Получается Капков Что будет Делать Капков Останавливается Кузина Загоняет Мне кажется Он туда На лицевую линию Было И пространства Многое Ждал Он партнерок Тоже Куда откроется Но На мой взгляд Здесь Капков Немножечко затянул Но Можно было Попробовать С его Удара Можно было Попробовать И пробить Ну что же Здесь делают Климов Ну попроще Надо сыграть Но не получается Выйти с паса Но Попробуйте Выйти тогда Не знаю Может быть Длинной передачи А вот там Спиридонов Может зацепиться Вот Сокопин Который Является Одним из лучших По движению В Нынешней Москве Вполне Может Там где-то И убежать От кого-то И Всегда Ити под С Перидонов Вновь мяч У Титана Капков Перевод На правый фланг Бушуев Налево На Капкова Капков Вновь на Медведева Казановский Передача На Тринадцатого Номера Титана И Сорокин Там Немножечко Нервозно Зафиксировал Этот мяч И причем Еще Не с первого Раза Николаенко А продолжение То нет Титан Перекрывает Все зоны И давать то некому Сейчас Николаенко Обозначает Что же Нужно было Сделать Своему партнеру Это был Спиридонов Ну здорово И Наверное Отдадим Должны Все-таки На Титану Который Оброняется Хорошо Да Практически Свободных Зон Нету Ну Напомню Что Не так много Команд Которые У нас Могут Съездить На сборы Подготовиться Полноценно Титан Наверное На моей памяти Единственная команда И мы видим Что плоды Вот этой работы Результат работы Они уже Видны В первых Турах Был уже Обыгран Мегатитан Возможно Один из главных Конкурентов В этом сезоне Был Затем Обыгран Альянс С счетом 5-1 Хотя Не все так Легко складывалось Для Титана Да Все время Команда вела Но 2-0 Тогда Зинчик Не смог Реализовать Пенальти Забей Подольянс Может быть Как-то по-другому Что сложилось Но тем не менее Крупная победа И вот сейчас После 20 минут Титан Ведет 2-0 Ну вообще Вот По Нематчам Которые мы Могли с вами Видеть По первым Двух Турах Титан Делает ставку На Быстрый гол На быстрый гол На То чтобы Задавить соперника Напугать И пока Это работает Это работало Даже И в матче Против Мега Титана И соответственно Если это работает То зачем Это что-то менять Ну посмотрим Интересно Посмотреть На Титан Да С другой стороны Как он будет Действовать Например Когда будет Проигрывать Да Он проигрывал Мега Титан Но все-таки Первый тур Да Где-то Эффект неожиданности Может быть От Титана Был Вот И Мега Титан Не ожидал Допустим Такого Начала Но вот Когда уже Команды Приблизительно Будут В равных Функциональных Готовностях Когда будет Серединцев Тогда будет Интересно Посмотреть Когда у Титана Уже Например Не все Будет Получаться Да Когда команде Не удастся Такой-то Быстрый Гол Ну Сейчас 2-0 Бушуев Капитан Бушуев Дает На Крыжановского Тут Ищет Медведева Ну И Скопин Ошибается Ну Стоит Москве Чуть-чуть Попробовать Поддержать мяч Как тут же Мяч отдается Титану У Титана Получается Гораздо лучше Его Держать И строить Атаки Позиционные Бушуев Находит Кузина Здорово Касани Переводил На Медведева Чуть-чуть Не точно Ну вот Давайте посмотрим Как выйдет Москва Из Со своей Полиной поля Беломытцев Вроде бы Развернулся К своей Лицом К своей Своим воротам Но Все-таки Сумел Сумел он Сохранить мяч И перевести мяч На другую поле Здесь Николай Зарабатывает Штрафной Ну Быстрый Розыгрыш Беломытцев Но Может Попробить Пробить Дальних ударов У Москвы Практически Не было Вот видите Да Сколько Еще Наверное И минуты Не прошло Москва Потерял Мяч Хотя В принципе Футболисты У Граждан Все Интересные Техничные То есть Работа с мячом Поставлена С этим проблем Не должно быть Но вот Пока что У Москвы Нету Должного Даже понимания На поле Потому что Сейчас Беломытцев Пошел Например В прессинг Пошел Прессинг А партнеры Не поняли И получается Что Беломытцев Вообще Отрезали Вот сейчас Более-менее Такой Командный Пошел Прессинг И вот Титан Лишь Через Последнего Защитника Отыгрывается Лушников Или нет Уже Не Лушников Уже Появился На поле Вот так Незаметно У нас Иван Шамарин Под номером 83 Его Появление Я не анонсировал Не говорил Удар Какой Фролова Получился С полулета Неплохой Интересный Но все-таки Мяч Проходит Выше ворот У нас Дваная замена Уходит Коржановский Фролов Появляется Кудинов Направо И Собственно Лушников Возвращается Дмитрий Лушников По номер 7 Возвращается На поле Но вот Кудинов Да Если кто помнит Бывший игрок Мегатитана Уходил Из этой команды В прошлом году После этого момента Лушников Есть оперативный Простор И у Билта Он Конечно По воротам Но Медведев Знает Где надо оказаться Чтобы поставить ногу И мяч залетел В ворота Но здесь Чуть Медведев Не хватило Точности Так вот Кудинов Был Одним Из первых Футболистов Кто Начал Вот эту Крупную Трансферную Компанию Титана Который Перешел Из Титана Практически В конце Сезона Прошлого И Казался Игроком Точно Стартового Состава И Одним Из Лидеров Но Вот Пожалуйста Сегодняшнюю Встречу Он Начинает На скамейте Запасных Раз Ну и Все-таки По игре С Мега Титаном По первому Туру Да Наверное Тоже Наверное Были Какие-то Вопросы У тренерского Штаба Не лучшим образом Кудинов Провел Вот эту Встречу И Вот Сразу Чуть-чуть Где-то Расслабился Чуть-чуть Ты Потерял Концентрацию И Вот Пожалуйста Ты уже Выходишь На скамейки Со скамейки Запасных Хотя Может быть Рамы Но Я вот Что-то Такого Не слышал Но Знаете Это Примерно Как Ситуация В ЦСКА В хоккейном Где Тоже Там Такие Футболисты Чуть Где-то Хоккеисты Прошу прощения Не дорабатывают И тут же Идут Следующий матч Отдыхают Вот Конечно Хоккей с футболом Сложно Сравнивать Но Какие-то Параллели Все-таки Есть Кто не Дорабатывает Кто не Выкладывается Тот Может И пропускать Матчу Ну пожалуйста Даже Константин Главской Да Вот Еще не Появлялся На поле Да После травмы Вопросов Нету Но Команда Играет Это здорово Да И Соответственно Лишний раз Главского Дергать Тоже Наверное Смысла Нету Шамарин Через Бушуева Бушуев Налево Капков Такой По Пляжному Сейчас Виктор Сыграл Немножко Красиво Если Можурить Немножечко По-пижонски Ну В центре поля Наверное Так Можно было Сделать Ну Москва Вот пожалуйста Да Ну Беломыцев Делает Хорошую Передачу На Ревякина Ну Ревякин Должен Немножечко Понимать Да Что сейчас Для команды Очень важно Придержать Мяч Покатать Почувствовать Его Потому что Мяч Очень быстро Дается Сопернику Вот Титан Не чурается Да Сделать Например Пас Ради паса Хотя Сейчас Лишников Все-таки Ошибается При счете 2-0 Да Больше половины команды У Титана сейчас было На своей половине поля Но почему бы Не поддержать Не покатать Почему бы Ну Пока мяч у нас Да По той философии Поиграть Нам не забьют 2-0 Я напоминаю Что у нас После 26 минут Первого тайма И сейчас Вместо Алексея Медведева Автора 2-х забитых мячей На поле Появляется Владислав Викулин Костриков Вот так вроде бы Мяч свалился Немножко с ноги Но доходит точно На Шамарина Это уже мяч И на правом фланге И подбор За Титан Ну вообще Очень важно В футболе Забирать подбор Кто их Больше насоберет Тот и Навладит Как правило Преимуществом Кузин Здесь Пытался Сыграть на опережение Но Током Не сумел Попасть По мячу Три с половиной минута У нас До окончания Первого тайма И Сорокин Ух какой момент Ищет И Сорокин Собственно Привез И сам же Исправил свою Ошибку И Ну казалось Все Три ноли И наверное Очень сложно было бы Гражданам Отыграться Но Сорокин Оставляет Свою Команду В игре И Кузин Так Немножко Как мне показалось Все таки Расслабленно Сыграл в данном эпизоде Мог он и Решить Этот эпизод Достаточно Легко И Сделал счет Три ноль Ну с трех ноль У Титана Отыграться По такой игре Ну мне кажется Очень и очень Сложно Два ноль то Да Это По вот Нынешней Игре Кажется Большим перевесом Уж в три мяча И более Ну Наверное Это можно было бы Поставить крест Ну тем лучше Потому что Мы можем Сейчас С вами Наблюдать Какую то интригу В этой встрече Я больше чем уверен Что пока Вот счет еще Такой позволяющий Позволяющий Рассчитывать На какой то Положительный итог Для Москвы Да Она будет бороться Она будет бороться Она не будет сдаваться Ну и вообще Да Все таки Опускать руки Надо Ну как минимум После матча Допустим Да Когда уже матч закончился Можно уже Там с опущенными Головами Идти вниз А пока Вот Есть время на поле Надо бороться Надо Здесь все доказывать Тем более Когда против себя Такой соперник Ну приятно Наверное Играть все таки Титан Сдают Из основных Футбольных людей Которые Где Понимают футбол Да С их стороны Нет грубости Именно Где-то жестко Да Но футбол Играют и жестко Все таки Не болят Да Но при этом Не дают В принципе Играть сопернику Демин Демин Пытался Пытался Проникающей передачи Найти Звездина Демин Кстати говоря Один из участников Телешоу Кто хочет стать Легионером Который был на Матч ТВ Вот просто Такие люди У нас играют В западной лиге Беломытцев Здорово Находит Звездина Эх Игорь Звездин Сейчас Каких-то вот Считанных Миллиметров Да Может быть Селенок Не хватило Вот Чуть-чуть Посильнее бы Передачи И она бы дошла По-моему Там был Николаенко И который Был уже Собственно Расстреливать Ворота Кострикова А так 2-0 Хороший Демина Звездина Но вот Последняя минута Активизировалась Москва И удар Николаенко Наверное Один из самых Опасных Моментов У Москвы В первом тайме Вот на 29-й минуте Это произошло Все сделал Игорь Звездин Но Николаенко Наверное Бил-то правильно Лбом Но мяч Шел все-таки Не точно В голову Чуть Высоковат Все-таки Николаенко Не самый Выскорослый Футболист И попасть Было очень сложно Ну вот так Вот у нас И заканчивается Первые 30 минут Титана Впереди Со счетом 2-0 И мы вернемся Через несколько минут Продолжение следует Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все готово у нас В футболках Москва Полностью Синяя Дубль на счету Алексея Медведева И Сейчас Пройдемся мы По стартовым Составам В атаке Титана И начнем с Титана Юрий Костриков В воротах Пара Пара нападающих Пара нападающих Алексей Медведев Номер 13 Вот сейчас он с мячом Ох! Как хитро сейчас нападающий Пытался сыграть Но мяч прошел Просвистел Я бы сказал Над Штанга И Второй нападающий Владислав Викулин Номер 10 Москва В воротах Григорий Сорокин Без номера В центре Андрей Тюрин Номер 17 Справа Станислав Первушин Номер 4 Слева Михаил Климов Номер 14 Полузащита Тут небольшие изменения Алексей Ревякин Стал играть у нас Опорный Полузащитника Пара центральных Хавов Над ним Это Николаенко 77 И Беломыцев 88 И Впереди Игорь Звездин Номер 11 Капитан Команды Титан у нас С мячом Первые минуты Надо Подержать мяч Надо Все-таки Успокоить игру Все-таки Счет-то достаточно Комфортный Но опять же Напомню На всякий случай Что Счет 2-0 Он очень опасен Но Потому как Складывается Игра Не видно Предпосылок Что Москва Сможет совершить Какой-то Комбэк Хотя Один Какой-то Шальной Гол Может быть Да Штрафной И Все у нас В этом Матче Поменяется И Все Перевернется Здесь Дмитрий Ершов Главный Арбитр Семья Встреча Фиксирует Нарушение Правил На Николаенко Помогает Ершов Помогает Вадим Фирс У нас Специальными Гаджетами Сейчас Оснащены Арбитры Которые Могут Общаться Друг с Другом Во время Матча И Подсказывать Ну это Конечно Прощает Работу Арбитров Ну Вот На мой Вгляд Сегодня Ершов Судит Тоже Очень Очень Неплохо Ну Вот По первым Играх Вообще Вопрос Судейства У команд Не возникает И Поэтому Начало Что называется Заздрай Вот Москва Нас в атаке Николаенко Диагональ Не прошла Сейчас Мне кажется Промечивая Она была И мяч Тут же Оказывается У Титана Но вот Проблема Москве В первом тайме Была Да То что Команда Не могла Поддержать Мяч Там Больше Трех Пяти Передач Каких-то Осознанных Сразу Идет Потеря Вот Ну Даже Сейчас Начало Диагональ Николаенко Она пошла Ну Практически В никуда Звездину Бороться Вот За такие Мячи Наверное Все-таки Достаточно Сложно Крыжановский Сейчас У мяча Игры Может пробить С любой Позиции Может пробить Это очень Здорово Но Сейчас Мяч Полетел Очень-очень Сильно Что Таким ударом Даже можно Сетку Порвать Которая Заворотами Но Лишь Мяч Попадает В красетку Но Которая Именно Заворот У нас Находится И Крыжановский В первом тайме Пытался Разочек Там Пробить И было Нарушение Правил Не Точнее Не дали И Перевышен Делает Классную Передачу На Звездина Такую Что Защитки И вратарь Не смогли Ее Перехватить И Звездин В одно касание Посылает мяч Пустые ворота Но вот то Что и важно Для Москвы Это все таки Забить Постараться Забить Гол А Да Крыжановский Вот только Отправился Он Чуть Вперед Как Тут же Собственно Титан Получил Один Ответный мяч Ну не знаю Может быть Это стечение обстоятельств Либо вот Потому что Игорь Покинул Свою зону Да Если В первом тайме Практически Крыжановский Не уходил Никуда Вот из этой Центральной оси И все было Хорошо Здесь немножко Все таки Крыжановский Позволил себе Вольность Ну возможно Так и задумано И запланировано Нежели Какой-то Самоволь Так скажем Калимов Вот сейчас Москва Ты можете этим Воспользоваться Калимов Ой-ой-ой Удар какой-то Неприятный был И Костриков Выручает свою команду Ну вот Последние 3-6 минут Остается За горожанами Которые действуют Очень-очень активно И Ревятин Идет Подавать Угловой Хотя он мог бы И побороться Собственно Один из самых Высоких Футболистов В команде У Москвы Это Алексей Ревятин Пикуни Здорово Как на голеностоп Поймал этот мяч Один воин Может разобраться Уходит Центр Под удар Скидывал он Крыжановскому Ну когда Наверное Вопрос Кто будет бить Крыжановский Или игрок Другой Либо То конечно Футболисты Стараются Вводить Нодар Крыжановского Но как мне показалось Все-таки Сейчас Викулин Мог Попробовать Решить Эпизод Самостоятельно Кстати Говоря Алексей Медведев Является у нас Пока что Лучшим Бомбардиром И чемпионата Сейчас На его счету Стал уже Пять Забитых Мячей Какая Диагональ Сейчас Прошла Но Конечно Сложен Такой Зацепиться Но Медведев Уже признавался У нас Лучшим Бомбардиром Позапрошлого Сезона Выбил Гроссмейстерский Полтинник Он И Конечно Повторить Такое Будет Очень Очень Сложно Кого-либо Вот Москва Начинает Играть В интересный Футбол Начинает У него Получается Какая-то Комбинационная Игра Проходит Различный Передача На третий Как Было Задумано Беломыцевым Но Немножко Не Получилось Дойти до адресата Звездин Климов Климов Находит Ревякина Здорово Что дальше Налево Николаенко Николаенко В касание Климов Бежал И опережал Он Своего оппонента Это был Лушников Но вот Москва Задвигалась Сейчас И Титан Становится Все тяжелее И тяжелее Но Вот помните Начало первого тайма Титан буквально Задавил Москву Вот сейчас Этого пока Не получается Медведев Цепляется за мяч Через себя И на Викулина У Викулина Эх Удар сейчас Не получается Сходит с крюка А видите Медведев Выложил Мяч Как на Блюдечке Но вот Чуть-чуть Попрессинговать Титану И уже Москва Не может выйти На своей половине поля И лишь Нагоплаксина Сейчас Заставляет Капитулировать Викулина Который пойдет Подавать угловой Вместо Калимова Который отработал Свой отрезок Десятиминутный Здорово Имел несколько Неплохих моментов И выходит Максим Скопин Который в первом тайме У нас особо Ничем и не запомнился Крыжановский Выводит его На удар Но Через чистоковый Ног Мяч Уходит Лично угловой Дубль два Посмотрим Что из этого Получится Удар Ух Ну Фролов Конечно Бежал И Понимал Что будет Передача туда В направлении Дальней штанги Но поправить мяч Который летит С такой страшной силой И это очень Очень сложно Действительно Вот Беломыцев ошибается В Москве будут Убрать Ненужные потери И Тогда бы Наверное Может быть Попроще было Играть Беломыцев Беломыцев Ах Не точно Наскопина Сами себя Сейчас Загнали в угол Горожане Но Давайте отметим Все-таки Сумели Сохранить Мяч Ну Вот Не все Спокойно Сейчас У Титана Сзади Есть Начали Появляться Свободные зоны Москва Начинает Этим Пользоваться И Вы знаете Мне кажется 19 минут Мы Сейчас Посмотрим С большим удовольствием У нас Мне показалось Что Викулин Получил Небольшие Повреждения Хромая Он Отправился На скамейку Запасных Появился Вместо него Артем Кузен И здесь Что здесь А что здесь Ревятин Единственный Футболист У Москвы Кто Не развел Руки А просто Так пристально Смотрел На Ершова И показывая Что мне Порвали Футболку И все футболисты Москвы Подняли руки О том Что было Пенальки Но Сложный Эпизод Ершов Находился Рядом И Наверное Лучше всего Видел Что же там Произошло Ну Борьба В штрафной площади Как правило Она Всегда есть Всегда Кто-то Кого-то Придерживает Любое касание Если будет свистеться Но это Совершенно Будет Не футбол Ну Как мне Показалось Ершов Занимал Правильно Верную Позицию И Абсолютно Внимательно Следил За тем Что все-таки Происходит Плюс Там был И Вадим Фирс Который Наверняка Если бы Какое-то Жуткое Нарушение Правил Которое Точно Тянуло На пенальте То Обязательно Подсказал Штрафной Удар У нас Рядышком Со скамейкой Запасных Титаны Крыжановский Капков Ну Удобнее Наверное Бить все-таки Капкову Нет Крыжановский Передумал Передумал Игорь И Наверное Решил Бить Просто Просто Ударить Но Игорь Един Ожидал Передачу Передача Удар Максим Скопин Оказывается У нас На Газоне Получает Он Небольшую Травму И у нас Замена Демина Появляется У Москвы На левом фланге Место Ревякина Турнирная Таблица У нас Следующим Образом Титан На данный Момент С Шестью Очками Находится В первой Призовой Тройке Две игры Две победы Напомню Был обыгран Мега Титан Затем Был обыгран Альянс Но пока У нас Все-таки Неожиданный Лидер Это Техносила Которая Друзья Сегодня Обыграла Между прочим КПРФ Со счетом 3-2 Вот Да Такие у нас Неожиданные Результаты И Знаете Чемпионат У нас Становится Все Интереснее Интереснее Мега Титан Вчера Вновь Потерял Очки Напомню Сыграв 3-3 С С СДН Который Кстати На второй Строчке Ну и Если Титан Сегодня Одерживает Победу То Соответственно Берет Будет лидировать Вместе С Техносилой Что касается Москвы То У Москвы Здесь Результаты Гораздо Хуже Москва Занимает 12 Позицию Лишь Одно Набранное Очко Первый Тур Был Неожиданно Проигран Западному Легиону Со счетом 3-2 Ну а Второй Команда Сыграла Вничью С магистралью И Надо Сказать Что Могла Тогда Команда Игра Звездина Набрать Три очка Вела Со счетом 3-1 Но Увы В держате Это преимущество Не сумела Ну и Хоть Первое Набранное Очко Но все-таки Есть В копилке И Вот Даже Сравнивая С прошлым Сезоном Да Москва Конечно Стартовала Гораздо Хуже Потому что Тогда После Первых Двух Туров У Горажан Было Три Набранных Очка Сейчас Всего Лишь Одно И В третьем Туре Встреча С Титаном И пока Москва Проигрывает 2-1 И остается Лишь 15 минут Есть Ощущение Сейчас Москва Почувствовала Успех Желание То что Может Получаться Потому что Первый Там Команда Произвела Невзрачное Может быть Титан Сейчас Ослабил Хватку И Сейчас Может быть Действует Не столь Активно Может быть Уже Чем Отличает Допустим Мегатитан Если Команда Забивает Барс Отличал Атлантис Если Ну хотя Нет Атлантис Будем Заскотки Убирать Потому что Как раз Атлантис Всегда Любил Начинать С 0-2 Проигрывать И героически Отыгрывался Ну там Мегатитан Тот же Барс Они Дожимали Всегда Своего Соперника При счете 2-0 Вот сейчас Забил еще Титан При счете 2-0 И Матч По сути Был бы решен Да Этого не Произошло Во втором тайме Как мне кажется Титан Он же не так активен Может быть Это связано С тем Что Ротация Состава Не такая большая Может быть Подустали Да Футболисты Титан Может быть Они Почувствовали Уже Настолько Уверенность Своих сил Что Считают Что Можно Не напрягаться Да Счет Комфортный И ничего Не будет Может быть Специально Задание Тренера Отойти И играть В Энергосберегающем Режиме Тем не менее Мне кажется Что Москвичи Выровняли Игру Сейчас Замена Произошла Шамарин Шамарин Появился На поле Вместо Игоря Крыжановского Обычно По последним Событиям Именно Шамарин Меняет Лушникова Но сейчас Не Крыжановского Сейчас Крыжановский Отправился Отдыхать А Шамарин Лушников Оставляет Дуэт Центральных Полузащитников Титанов Бушуэф Через Кострикова Назад Дальше На Капкова Капков Хорошо Дает Вот эти Сегодня Передачи Вперед На нападающих Все доходит Все на удобной высоте И Нападающий Титана Цепляется То Медведев В первом тайме Здорово цеплялся А после одной Статик передач Вообще Был забит Второй мяч И Сейчас Капков Продемонстрировал Что Умеет Умеет Делать На передаче Ну Мне будет интересно Честно Было посмотреть На Константина Головского В этой встрече Мне кажется Добавил бы мысли Сейчас Команде Было бы очень Смотреть И ждем Ждем мы Конечно же Его Возвращения Чтобы Нарадовал Глаз Болельщиков Западной лиги Оказывается Фролов на газоне Но мяч Был у Титана Немного Сумбур Добавляют команды Очереда Ошибок Фролов Фролов Подключает Кузина Кузин уже Так тянулся К этому мячу И Так Попасть В шаг Было Нелегко Но Кузин сумел Это сделать И Пробил Поворотом За чем За Попадание В створ Здесь уже Беломыцев С Ревякиным Пытались Разыграть Неплохую стеночку Капков Прострел Плакин Здесь конечно Отработал Помог Своей обороне Но это одна из его Прямых Обязанностей Потому что он играет И в защите Но Летел Летел он Туда Чтобы Перехватить Этот прострел Потому что Остается всего лишь 11 минут До окончания Второго тайма И Наверное Любой Гол Титана Он наверное Может решить Все вопросы О победителя В сегодняшнем матче Сорокин Но Москва Нервозно Все таки Играет Местами неплохо Пожалуйста Вроде бы Титан Сильный соперник С которым опасно Чревато Разыгрывать Плюс Титан Идет В прессинг И москвичи Не боятся Они разыгрывать Своей штрафной площади Но Вспоминается Интервью Игоря Звездина И Игроков И Того же Андрея Беломыцева Который Просит Игорь Звездин Просит Не бояться Рисковать И даже Это если Своей штрафной площади А здесь Виколин Оставляет пяткой Под удар На Лушникова И тот Бил Как в первом тайме На В сторону Медведева Но Медведева Вновь не получается Подставить Ногу Так Как Нужно Спиридонов Появился На поле Вместо Игоря Звездина Что касается Габаритных данных То Бушуев Испиридонов Находится Плюс-минус В одной Лесовой категории И если Москва Решит Играть за счет Длинных Каких-то Передач Но сейчас Капков Головой Переправляет Касание на Медведева И Медведев Со злости Сейчас стучит По газону Потому что Момент-то Был Очень даже Симпатичный И Так В коробочку Пытались взять Москвичи Нападающего Титана Но Медведев Все равно Ухитрился Пробить И Не хватило Чуть-чуть Точности Нападающему Меняют Края Сейчас Москва Да И Демин Ну я не пойму Единственное Чем Демин Недоволен Да Мало Возможное Игровое время Но Титан Атакует Да Титан Опас Атакует Титан Идет в прессинг И Конечно Все время Соблюдать Концентрацию Очень-очень Сложно Первушин Направо Пошел А Николанько Пошел Налево Вот так А еще Климат Появился Вместо 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 Скопин Ну Изведен Вернулся Который Сейчас Делает Рывок За рывком Пытается Запутать Оборону Титана Но Бушуев Капков Не лыком Шит Ну и прессинг Титан Он дает Свои плоды Здорово Здесь Капков Вновь Находит Медведева Медведев Вставляет Мяч Капкову Передача Была Правильная На дальнюю И Если Чуть Ниже То Наверное Капков Попадал Защитника Чуть Выше Мяч Перелетел Виколин Медведев Бил Бил И Никак Не может Забить Хотя Медведев Уже Забил Два Мяча Вот Но У Медведева Есть Моменты С таким Рвением Он Пытается За каждый Мяч Зацепиться За каждый Мяч Он борется Ну и у нас Москва Теперь Пытается Выйти в контратаку Пермушин Находит Звездина 3 2 в 3 Сейчас получается И это Подкат Сзади Да В исполнении Виктора Капкова Ну вот Отсюда Честно говоря Показалось Что Сыграл Сначала Мяч Капков А затем Уже Попал В ногу Игорю Звездину Но Звездин Обозначил Что Был Все-таки Контакт Раньше Дмитрий В 3 И Шансов Мосты Было Не так Наверное Много Хотя Ну Не знаю Посмотрим Николаенко Розыгрыш Не поняли Сейчас Что же Нужно было делать Алексею Ревякину И Так уже В затылок Была Проследована Эта Передача Демин Возвращается На поле Вместо Беломыцев Беломыцев По-моему Вообще Сегодняшний матч Меняется Первый раз Первый раз Успеет ли Не успевает Вновь мяч У нас Оказывается Где-то Вверху Где-то На уровне Головы И Москва Пытается Атаковать Что это Финальный Шторм Или Это все-таки Идешь Какие-то Обороны Титана Здесь Звездин Искал Искал он Ревякина И почти Что нашел Но Бушуев Здесь Сыграл Очень Очень Внимательно Николаенко Идет Подавать Угловой Подача На дальнюю Штангу Ревятин И здесь Первый ушин Не успевает Тоже головой Но даже Если бы он Успел бы То Наверное Попасть Было бы Очень сложно Климов Удар Скорее Это был Был так Безысходности Удар Потому что Он Не Достигает Цели Быстрая Уже Атака В исполнении Титана Викулин Здорово Медведев Хорошую Атаку Сейчас Провели Титановцы И Викулин Что Титан Должен Сделать Счет Крупным И Уже По сути Доигрывать Матч Но Пока что Получается Интрига Интрига И Все не так Однозначно Может получиться Москва Забила Ну Несколько Такой Шальной Все-таки Гол Не совсем Может быть Он вытекал Из логики Игры Потому что Титан Это был получше Поинтереснее Но вот Москва Опытный Боец Этим Составом Играет Уже не Первый Сезон А вот Сейчас Ревякин На звезде Шла Эта Передача Но Слишком Не точно Слишком Не точно Может быть Ревякин Не хватает Пока Может быть Мобильности Ну Наверное Связано С тем Что Все-таки Начало Сезона И Надо И Алексея Тоже Войти В сезон И Набрать Оптимальные Кондиции Но Опять же Вспомним Константин Казакова Который Сегодня Очень Помог Москве Ну да Ладно Что нет То нет Да У Титана Головской Не играет Например Сегодня Того же Архипова Нету Который Также Залечивает Травму Ну и Из основных Можно отметить Артемия Пономарева Который Тоже После Травмы Только Набирает Обороты И на треневку Бегает Пока что По кругу Здесь Костриков Подальше Подальше Туда Кстати Точно Точно И Шамарин Тоже Находил Там Пытался найти Своего соперника Своего партнера Может быть Атака Получится Медведев Загоняет В угол Шамарина Демин За боковой Должен был Водить Но нет У нас Я так понимаю Что нарушение Правил Пока у нас Замена Кузин Появляется Вместо Викулина Все меньше И меньше Остается Времени Во втором Тайме На то Чтобы Отыграться У Москвы Есть совсем Мало Времени А впереди Титан Титан И Медведев Кстати Медведев Сегодня по-моему Менялся Тоже всего Лишь Один раз И Ротация Вообще У Титана Она не очень Большая Владимир Караков В этом плане Такой консерватор Он не так часто Делает Какие-то Перестановки И замены И сейчас По-моему Дмитрий Лушников Получает Горчичник За срыв атаки Ну наверное Да там Явно и очевидно Было Нарушение Правил Ну и Наверное Надо было Атаку На взородыши Задушить Москва У нас Атакует Промфлангом Ревякин Не проходит Передача Ну вот Сегодня шанс Москвы Был Это на Контраатаках На быстрых И собственно Гол и такой Был забит В позиционном Нападении Конечно Мяча у граждан Сегодня практически Не держится Успеет Успевает Мяч дойдет До Сорокина И Сорокин Длинную передачу Да еще и точнее На Демина Здорово Демин здесь Демин цепляет мяч И недоволен Тем что Дмитрий Решов Не показывает Желтую карточку И Климов Отправляется На скамейку Запасных Беломытцев Появляется Вновь На поле И сейчас Конечно Мяч будет До Игоря Звездина Который Может Интересно Что-то Придумать Идет По правому Флангу Но зарывается Он там Зарывается И Зарабатывает Угловой Ну в принципе Тоже неплохо Тоже неплохо Сейчас Интересно У нас будут Последние минуты Уже можно сказать Секунды Звездин Подоподача Здесь Демин Отбивается Титан Отбивается Кузин Просто подальше Туда головой И сам же идет В прессинг Тоже получится ли Интересно У Москвы Сейчас Навал Николай Левым флангом Под себя От себя И Всего лишь За боковой Это все На руку Титан Тюрин Может быть Тюрин Попробовать Отправить Вперед Он может Побороться Там За верховой Мяч Но сейчас Что Капков Ничем Недоволен Собственно Он Потолкнул Звездина Вопрос Здесь не может И Звездин Сейчас Покол Что надо Туда Навешивать И На уровне Живота Наверное Была Эта подача Не подготовлена И Беломытцев Поспешил Здесь И Контратака Может быть У Титана Фролов Справа Кузин Слева Крогатовский Как он бежит И надо Давать И забивать И все Вот такая Вот Контратака Титана Приводит К Третьей победе Подряд Футболистов Владимира Команда Владимира Коротко Да Но Было два варианта У Кузина Точнее у Фролова Фролова Либо давать Направо На Кузина Либо налево На Крыжановского Ну вот Победителя Не судят Гол Был забит Поэтому Здесь вопрос Быть Не может Уже По сути В компенсированное Время Москва Пропускает Титан Забивает Ну и Наверное Все Собственно Говоря Вот так вот До последнего Была интрига В сегодняшнем матче Был Скользкий Счет Но Титан Сумел Все-таки Не доводить Дело До Нервейших Последних Минут Демин Может быть Еще и Москва Успеет Забить Серия Финтов Но Ни Фролов Ни Крыжановский Никто На эти Финты Не Не купился Но так Только может Забить Москва Если Например Бушуев Голову Так Сам себе Забьет Ворота Но Этого Естественно Уже в добавлено Время Не Не Произойдет Интересно Сколько у нас Добавлено Ну практически Остановок-то не было Во втором тайме Мне кажется Минуты от силы Ну две Снотяжка Может быть Просто если Дмитрий Вершов Нравится Эта Встреча Это Сумбур Сумбур Сейчас Происходит Какие-то Такие микроэпизоды Стыки Мяч летает По полю И Все-таки Штраф Ноль Зарабатывает Футболиста Москвы Наверное Один из последних Николаенко Подходит К мячу Стенки Алексей Медведев Юрия Кострикову Этому Вполне Достаточно Но расстояние Достаточно Большое Но посмотрим Как умеет Исполнять удары Николаенко Высоко Ну и все Давай 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 Субтитры